Добрый день, с вами Наталья Филенко. Я сегодня вам расскажу сон, который я увидела про мельницы. Это было опять откровение. Со мной был рядом какой-то человек, который мне объяснял. Эти мельницы не просто мельницы, это мельницы-символы наши, наши славянские, которые мы видим как изображение свастичных символов. Они очень сложные, много о них рассказано как о каких-то богах и так далее, но на самом деле это чисто технологические символы. Возможно, у них есть и другая функция, также божественная, возможно, космическая, как нам рассказывают. Ну и потом надо смотреть, кто рассказывает. Но на самом деле мне сегодня было прямо конкретно очень показано. Вот эти мельницы, я пребывала в таком мире, знаете, благодати, тот мир, который мы уже потеряли, тот мир, который был завоеван. Это ничем не связано с теми вибрациями, которые мы живем сейчас. Ну, я так говорю вообще, а не частных лиц, да, а вообще вот как устроено мироустройство. Я была в такой благодати, где солнце светилось прямо изнутри твоего сердца. Вот такое равновесие, такое не передать гармония, наполненная вся любовью, созиданием, светом, теплом каким-то родственным. И вот эти вот мельницы, у меня был показан механизм, как они работают, и все эти лопасти, и все эти вот само ее устройство, ее рисунок также с лопастями, да. Это вот то, что мы называем калавратом, то, что мы называем там другими вещами, которые здесь нельзя называть, которые были убиты во время Второй мировой войны. Сам символ был убит, его даже нельзя сейчас изображать. Вот, но на самом деле это именно технологические такие моменты, которые несли людям, роду нашему, славянам, несли электричество, несли, мололи муку и еду, да, которую производили из разных зерновых. Потом делали преобразование воды, видимо, какое-то музыкальное преобразование воды, которое потом орошало поля. Это такой сложный механизм, но в узорах нам наши предки передавали с поколения в поколение именно механизмы этих мельниц. У меня никогда не было такого знания, я вообще не в курсе была этой теории, да. И сегодня мне было это показано. Простота. Никакой затуманенной там истины, это Мара, это Вара, это Перун, это ничего этого не было. Мне была показана простота в использовании и в передаче знаний. Это просто передача знаний была из уст в уста. И очень качественная передача знаний, потому что дошло до нас. Но теперь нам надо разобраться, что же было изображено. Потому что сегодня утром, мне когда хотят дать знания, их дают прямо валангой такой, все вместе, в один присест. Потому что когда я утром телефон открыла, там в одном сайте я сразу увидела в телеграмме все эти свастичные знаки именно с именами этих богов. И опять же я это прочитала совсем по-другому. Потому что когда мы читаем, что это Перун, кто такой Перун, что Перун, мы не в курсе. А если знать, что это электростанция, да, и смотреть на это по-другому, то уже можно начинать разбираться, как же она была устроена, на каком механизме, какая свастика за этим стоит. Вот. И потом я открыла другой тоже телеграмм-канал, там про историю. И там была фотография Тесла, петли магнитной, магнитной петли Тесла. Она именно имела ту форму, которую имеет крест египетский. Он с такой же петлей наверху. Скорее всего, потому что я помню, что так же либо крест, либо полумесяц, что-то такое являлось чисто геологическим механизмом, чтобы при строительстве его раньше использовали. И совсем не для того, чтобы молиться и так далее. То есть это чисто функциональные вот такие вот были механизмы, и благо передачи этих знаний в орнаменте, они дошли до нас. Такое я хотела вам сделать маленькое повествование и поделиться с вами моим сегодняшним знанием, которое мне было передано через сон. И я этому очень доверяю, потому что это не мои изыскания, а именно основанные на внутреннем духовном путешествии и общении. Все вам доброго. С вами была Наталья Филянко. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok